Я очень рада, что у вас есть возможность здесь обсуждать, благодаря форуму за то, что мы здесь собрались. Меня зовут Даша Скиба, я работаю в центре независимых соцсетеваний здесь, в Петербурге. И сегодня мы с коллегами решили поделиться чем-то, что мне всегда больше кажется кухонными разговорами, разговорами в курилке. И поэтому я ужасно рада, что этику исследовательскую все более популярно становится обсуждать на больших форумах, на больших конференциях и в таких глубоких рефлексивных текстах, которые все чаще сейчас выходят. Думаю, что мы построим работу следующим образом. Каждый из докладчиков принес сюда на наше обсуждение какой-то относительно конкретный сюжет о своей работе, в основном полевой. Я думаю, что коллеги этим поделятся, и мы устраиваемся это обсудить и понять, как что-то работает или не работает, и как выстроить свое отношение с полем, с информантами, с данными, таким образом, чтобы эта работа была наиболее эффективной. Я рад, что пришла Даша Литвина, которая собиралась сегодня рассказывать про заботу о себе, больше заботы о себе на нашей секции. Наверное, начнем с Ольги Кемчук и Александра Ивановна. А мы начнем с Вас. Анна Ивановна, Ранхихс, Москва, собиралась рассказывать об информированных согласиях и этически нагруженных исследований. Мы надеемся, что мы узнаем, что такое этически нагруженное исследование и как они более эффективно работают с информированными согласиями. Сразу скажу, что этически нагруженные исследования, этически нагруженные опросы – это очень неудачная формулировка, потому что по-хорошему каждое исследование, каждый опрос общественного мнения этически нагружен. Я немножко другое имела в виду, и я сейчас подробно об этом расскажу. Поэтому пару слов я скажу про информированное согласие, потом немножечко про что такое, какие опросы мы проводим, почему там этика выходит на первый план. И в конце расскажу тоже кратенько те три решения, которые мы реализуем в нашей практике. И, соответственно, хочу с вами эти решения обсудить, и, может быть, вы именно со мной поделитесь, и мы все вместе придумаем что-нибудь еще. Так. О, работает, все. Принцип информированного согласия. Я надеюсь, что в данной аудитории эта формулировка ни при кого не должна вызывать никаких затруднений. Пришла она вопрос на мере из медицины, и тема там эта не теряет актуальность уже несколько десятилетий. И вот первый знаковый документ, в котором поднимается вопрос вот этого информированного согласия – это Нюрнберский кодекс 1947 года, принятый после печально известного процесса над врачами. И основополагающий принцип этого кодекса – это то, что абсолютно необходимым условием проведения эксперимента на человеке является добровольное согласие последнего. Потом же этот принцип был развит уже в Хельсонской декларации, и я могу сказать, что, наверное, там перечислены основные компоненты информированного согласия. Они тоже есть на слайде, я думаю, их не очень сильно видно, но мы все их прекрасно знаем. Это то, что мы обязаны ставить в известность, давать информацию участникам о целях, методах, источниках финансирования, любых возможных конфликтах интересов, принадлежности исследования к учреждению, ожидаемой пользе, потенциальных рисках исследования и неудобствах, которые могут возникнуть при участии в исследовании, ну и также о любых других релевантных аспектах исследования. И здесь важно также отметить, что потенциальный субъект исследования должен быть информированным о своем праве воздержаться от участия в исследовании и отозвать свое согласие на участие в любой момент без каких-либо негативных для себя последствий. Я сейчас не буду вдаваться в подробности существующие стандарты для маркетинговых и социальных исследований, СОЭС, АМАР, АПОР, Кодексы профессиональной этики и так далее. Я скажу тезисно, вышеперечисленные принципы биомедицинской этики, на мой взгляд, полностью применимы к вопросам общественного мнения. И процедура информированного согласия таким образом построена на трех основных элементах. Это информация, это понимание этой информации и добровольность, то есть добровольное участие респондента. И, соответственно, добровольное информированное согласие респондента на участие в опросе – это ключевой элемент соответствия социологического исследования принципа профессиональной этики. Это вот моя такая сильная позиция, и будет интересно, согласны вы с ней или нет. Я сегодня, в отличие, по-моему, от всех коллег, которые здесь сидят, буду вести разговор о телефонных опросах и сразу перечислю те особенности, которые телефонный опрос, стандартизированный телефонный опрос имеет с точки зрения информированного согласия. Во-первых, информация воспринимается респондентом только на слух. У заказчика нет никакой возможности передать какую бы то ни было информацию в письменном виде, оставить визитку, дать ссылку на исследование. Это можно сделать только устно. Какие-то документы показать, дать ему карточки и так далее. Более того, есть сильное ограничение по количеству реплик и необходимость острого установления диалогичного общения. Все это приводит к тому, что вступительная фраза интервьюера, та фраза, с которой он начинает разговор, становится короткой и максимально сжатой, не позволяющей подробно и полно раскрыть всю необходимую информацию, ту информацию, знать которую есть полное право у респондента. Поэтому в телефонных опросах особенно информированное согласие конструируется на протяжении всего интервью. И изначальное согласие респондента принять участие в вопросе может быть не до конца информированным, ну и в конце может вовсе перерасти вне согласия и привести к разрыву коммуникации, отказа от ответа на вопросы, прерванное интервью и так далее. Усложняется это чем? Усложняется это тем, что специфика нашей лаборатории социального анализа и прогнозирования это опросы на сенситивную тематику и чаще всего опросы в сложных группах населения, в социально незащищенных группах населения, уязвимых группах населения, у людей, находящихся в трудной жизненной ситуации и у некоторых людей, которые многие годы находятся в сложной жизненной ситуации. И при этом разговор будет идти по анкете стандартизированной, которая не всегда отвечает тому, о чем реально хочет поговорить респондент на волнующую его тему. И здесь очень важно понимать, что вот эта сенситивность беседы, она работает не только в сторону респондента, она сенситивна еще и для интервьюера. Потому что интервьюерам приходится работать с разным уровнем эмоциональной вовлеченности. Мы никогда не знаем, какой отклик наши вопросы будут иметь у респондента. Им приходится невольно при помощи наших вопросов актуализировать травматичный опыт у человека, повышать тревожность, иногда даже вводить человека в измененное психологическое состояние. И вот если основные компоненты информированного согласия мы можем стандартизировать, изложить на памятки для интервьюера, какая организация проводит, все эти вещи, которые я перечислила, мы как заказчик это сделать можем. То оценить степень возможного эмоционального участия и те последствия эмоциональные и психологические, те переживания, которые возникнут у респондента, мы заранее предсказать это не можем. И эти вопросы решаются здесь и сейчас по факту в ходе беседы. Поэтому мы не знаем заранее, насколько сенситивным для человека будет участие. И поэтому согласие, полученное нами на участие его изначально в телефонном опросе, практически никогда не бывает до конца информированным. Для меня здесь основной вопрос заключается в... Почему я говорю еще, что это не сенситивные опросы, а вопросы с повышенными... Мы очень много говорим на этически сложные темы. Почему? Потому что, ну, разве вопрос о посещении ребенком дошкольного образования является сенситивным, дошкольных учреждений? Разве посещение театров и музеев это сенситивный вопрос? Нет. Но когда мы измеряем дружелюбность среды, когда доступность среды, когда мы измеряем инклюзивность образования и разговариваем с матерью, ребенок, который каждый день борется за выживание, эти вопросы для нее являются крайне сенситивными. Те же самые вопросы по измерению уровня бедности, о наличии дома тех или иных вещей, стиральной машины и так далее. Тогда целый блок вопросов, они в принципе для нас не сенситивны. Для человека, у которого туалет находится на улице. И который не может, проживая в селе, выйти никуда за территорию своего земельного участка, эти вопросы крайне сенситивны. И вот вопрос, который меня больше всего волнует, как нам, мы как заказчик, мы сами проводим исследования, это количество исследований, да, мы передаем это, делегируем эту всю функцию интервьюерам. Как же вернуть респондента в повседневность, мы все-таки, это этическое обязательство исследователя, да, если мы его выдернули своим звонком, мы обязаны вернуть его в ту ситуацию, в которой он находился. Как нам снизить сенситивность, как нам закрыть те раны, которые мы могли разбередить своими вопросами. Ну и вообще, как бы неплохо было бы оставить эмоциональный шлейф в конце беседы, чтобы и задел на будущее сделать, и как-то доверие к опросам повысить, и менее потребительски относиться к тем людям, с которыми мы разговариваем. Причем у обоих участников взаимодействия не только у респондента, но и снизить эмоциональное и психологическое напряжение у интервьюера, снизить текучку кадров, сделать более комфортной его работы, это тоже задача заказчика в том числе. И именно это я хочу вынести на обсуждение. На сегодняшний день мы нашли три решения. Опять же, повторюсь, речь про стандартизированный телефонный опрос. Кратко. И вот три решения. Первое решение – это оценка состоявшегося взаимодействия. Мы добавляем в анкету последний вопрос о том, понравилось ли респонденту интервью или нет. Можем попросить оценить беседу по привычной шкале. Очень понравилось, скорее понравилось, скорее не понравилось, совсем не понравилось. Ну и обязательно отказываюсь от ответа на вопрос или затрудняюсь ответить. На наш взгляд, этот вопрос, он подводит некий итог всему интервью и позволяет участникам посмотреть на интервью как бы сверху, выйти из ситуации. Это такой психологический прием, именно у психологов мы это и подглядели, естественно. Второй вариант, и причем эти все три решения могут реализоваться в рамках одного телефонного опроса, в зависимости от уровня его сенситивности. Второй вариант – это завершающая беседа или продленное прощание. Именно в конце интервью можно позволить себе потратить немного времени, не нарушая стандартизацию, на пожелания вопроса респондента, то есть на те вещи, напрямую не связанные с задаваемыми вопросами анкеты, но важные с точки зрения участников коммуникации. Я могу здесь привести пример, это не мой пример, это пример Фрея и Аиси, которые говорили про родителей, участвовавших в вопросах о детях и степени их подверженности риску воздействия потенциальных токсичных веществ. Этот разговор, у кого есть дети, могут это понять, вызывает у родителей страх за здоровье своих детей. И вот коллеги советуют в этом случае в конце интервью упомянуть, чтобы эмоционально правильно тоже завершить этот разговор, что такого риска нет, что никто не пострадал, что просто мы изучаем возможные взаимосвязи, если они вообще есть. Мы этим примером тоже пользуемся, но стандартизировать его мы не можем. То есть завершающая беседа, она всегда должна быть индивидуальной, в зависимости от того, какая беседа была ранее у интервьюера-респондента, и профессиональный полевой интервьюер может актуализировать совместный опыт, и те вопросы, этические особенно, которые возникли в ходе интервью, именно в этой завершающей беседе. И я сразу могу сказать, здесь важный момент, что и то, и другое, как вы понимаете, увеличивает длительность интервью. И мы проводили экспериментальный план, и однозначно, то есть увеличение анкеты происходит в среднем, экспериментальный план мы замеряли все интервью, увеличение в среднем происходит на 10-20 секунд. И если мы берем стандартизированную анкету длительностью 10-15 минут, если мы берем обычную выборку 1600, то мы увеличиваем количество человек и часов, с учетом того, что в каждом опросе мы увеличиваем на 5 человек и часов, это реально не очень много. То есть с точки зрения всего того огромного массива информации, которую мы производим, эти 5 часов, они вообще не играют роли. И последний момент – это комментарии интервьюеров к анкете. Ну, как я говорю, знаем, любим, практикуем. Тут есть интервьюеры, которые с нами работают в наших опросах. После завершения интервью, мне очень нравится этот инструмент, мы оставляем для интервьюеров по завершению анкеты окошко, куда они могут ввести любой комментарий в свободной форме по собственному желанию. Это не обязательно и так далее. И действительно, когда интервьюеры анонсируют такую сложную тему исследования, она оказывается важной для респондента, а по факту оказывается, что о том, что действительно для него важно, они в течение 10 минут не поговорили, у него возникает желание чем-то поделиться, возможно, что-то донести для исследователя. И интервьюеры иногда пользуются этим моментом, говорят, что я оставлю комментарий для исследователя, у нас есть такая возможность. И получается, у интервьюера есть механизм конвертации вот этого затруднения коммуникативного в какое-то решение у респондента, но хотя бы относительно появляется какая-то уверенность в том, что, возможно, его комментарии кто-то прочитает. И в целом, ну, это отдельная тема, на которую можно отдельно разговаривать. Могу сказать, что там целая жизнь в этих комментариях. Там есть и послание президенту, и послание президента, и какая-то, не знаю, жалоба на собственную жизнь, и боли, радость, там чего только нет. Конечно, это не панацея. Я могу сказать, что мы вот на протяжении последних 6 лет в каждом своих опросах ту или иную решение используем. Ну, вот других вариантов мы пока не нашли. Давайте, может быть, как-то мы это обсудим, потому что хотелось бы, конечно, может быть, ваш опыт услышать. Возможно, у вас есть какие-то лайфхаки, которые помогли бы нам в наших опросах. Ну, в том числе мы бы это тоже транслировали интервьюером через тренинги обучения, которые мы проводим. Я не очень сильно по времени задержала, да? Все очень в порядке. Спасибо. Спасибо большое. Даша, мы можем передавать. У нас есть микрофон? У нас есть, что есть. Да, спасибо большое. У меня вопрос по поводу, собственно, вот этого. Сейчас ушел за сфайдер. Да, давайте я верну. Это касается замечающей этой части. Да. У меня подошли к программе с автоматом. Поскольку я работаю в основном качестве, но для меня это и с инститивными темами, в том числе, меня это занимает иногда во времени гораздо больше, чем саму интервью. То есть, это может быть за полтора часа, например, наша беседа. До, ну, то интервью, после интервью, и потом еще какие-то эллипийские резоноснования. И поэтому то, что было озвучено, 10-20 секунд. Меня вот поражает вот этого транслица. Насколько это действительно эффективно, и насколько это на самом деле, насколько это... ...но тайм-консюминг, потому что у меня есть ощущение, что это самая большая и, возможно, самая... ну, индивидуальная часть работы оставит информатор. По крайней мере, это состояние не больше, чем у него, для того, как мы... Нет, я с вами полностью согласна. Я вообще готова с каждым респондентом беседовать полчаса вне анкеты. Я считаю, что это правильно и так далее. Но, к сожалению, рынок массовых опросов, самодатизированных вас совершенно не поддерживает в этом моменте. Там каждый вопрос на счету, и действительно, каждая секунда, она стоит денег. И зачастую мы можем себе позволить увеличить анкету на 10-15-20 секунд, потому что у нас вот особенность нашей лаборатории, что у нас нет такого огромного количества потока вот этого фабрики опросов. Но это действительно много. Я могу сказать, что это много. И более того, интервьюеры, которые работают с другими опросными компаниями, когда берут наши опросы, и мы им даем такую возможность, они не всегда этой возможностью пользуются только ввиду привычного опыта. И для них это срыв шаблона. Нам приходится проводить тренинги с интервьюерами. Мы объясняем им, что вот, пожалуйста, никаких штрафов не будет. Вы можете вот эти 15-20 секунд говорить на то, что вы хотите. То есть иногда штрафуют интервьюеров за то, что они пожелали приятной дороге человеку, который собирается куда-то уезжать. Мы, конечно, так не делаем, потому что вопросы этики для нас важны. Но, к сожалению, да. Но это не качественные методы. И там совершенно другая история. И она мне, конечно, тоже больше нравится. Ну вот, имеем то, что имеем. Ирина, поскольку, Николай, у меня два вопроса было. Ну вот по первой части, поскольку вначале было такое теоретическое введение, первое все-таки вот это вот добровольно информированное согласие, это стало таким детям штабом, который вы везде... Вот объясните мне, я в горном дагестанском селе прихожу к торговцу с котом, у которого максимум семиклассное образование, и в картине мира которого нет ни исследований, ни научных учреждений, ни вообще науки как класс. Вот что такое со стороны этого человека добровольно информированное согласие? Причем надо сказать, что это была реальная история, и человек отработал с нами блестяще. То есть он познакомил нас с массой народов в селе, он там обеспечил нам массу всего интересного. Но при этом был шаг, очевидно, что он даже близко не понимает, кто мы такие и зачем мы к нему приедем. И второй вопрос по поводу сенситивности. Вот вы говорите, вот эти вопросы сенситивны. А откуда мы это знаем? Потому что вот я зацепилась за вопрос про туалет на улице, я проводила исследование в северных таежных поселках, где там при минус 50 зимой у людей туалет на улице. Они это не проблематизируют абсолютно. То есть вот мы это проблематизируем. Какой ужас у людей в этих условиях туалет на улице. Они вообще это не проблематизируют. То есть не привносим ли мы лишнее представление о сенситивности, исходя из нашей картины мира, когда у них этого нет? Спасибо большое. Это меня повели мои ораторские способности. Естественно, я не имела в виду наличие просто туалет на улице. Мы говорим про инвалидов, лежачих, для которых выйти из дома проблемы. Инвалиды-колясочники, для них туалет на улице проблемы. Для них отсутствие даже наличия магазина, в котором можно купить вещи, но отсутствие доставки. Я про это только имела в виду. Конечно, нет. Откуда мы знаем, что вопросы сенситивны? Это шикарный вопрос. И здесь есть несколько маркеров. Первое. Во-первых, происходит разрыв коммуникации. Сразу происходит коммуникативный сбой. Когда вопрос у человека сенситивен, он нам дает это понять своими различными реакциями. Чаще всего, почему про информированные согласия речь. А кто это звонит? У него сразу начинают всплывать вопросы. Вообще, с кем я здесь беседую? Почему вы мне такие вопросы задаете? Ой, а что это вы меня спрашиваете про количество людей, которые у меня здесь проживают? А вы откуда мой номер узнали? То есть вы 20 минут, у нас есть интервью по 40 минут по телефону. Мы проговорили прекрасно 20 минут. Потом человек говорит мне, ой, а что это у вас такой вопрос? А вы спросите, есть ли у меня там, ну, по-моему, мощная машина, стиральная машина и так далее. То есть эти вопросы мы четко понимаем по реакции респондента. Если респондент не реагирует, спокойно отвечает, стандартизированы идеальные модели. Таких очень мало, к сожалению. Или к счастью. И еще здесь момент какой, понимаете, вот что касается вашего прекрасного примера первого, то количество информации, которое необходимо предоставить каждому респонденту, невозможно охарактеризовать сразу. То есть мы должны понимать, как исследователь, ну, мы-то все-таки делаем, что занимаемся наукой, поэтому мы должны понимать, что есть права респондента, что есть та информация, знать которую он имеет полное право. Но, на мой взгляд, в коммуникативной ситуации и в интервью, и я сама так делаю, следует ограничиться самыми основными вопросами, это тематика исследования, кто я такая, зачем я сюда приехала, а остальную информацию предоставлять в ответ на запросы респондента. И здесь, мне кажется, есть два очень важных момента, потому что в первую, это максимум эффективной коммуникации, назовем их так, да, в первый момент вы не сообщаете лишнюю и неинтересную информацию для собеседника, и во второй момент, во вторую очередь, вы сохраняете коммуникативное равновесие, то есть вы легитимизируете не только свое право спрашивать, как у интервьюера, но и отвечать на вопросы, то есть вы показываете свою готовность именно к диалогу. Вот я считаю, да. Спасибо за ответ. Коллеги, у нас еще время, как минимум, на один лайфхак, вопрос. Да, лайфхаки, я хочу лайфхаки. А вот есть сначала один вопрос, а потом хотя бы. Я ответила на ваш вопрос. А ведь, понимаете, в основном, в его картине нет, поэтому я не могу сказать, что я применю факт, отсюда мы в картине. Вы знаете, когда я физически прихожу в его картину, умер, договориться проще. Когда я звоню ему в телефон, он гораздо тяжелее. Просто надо понимать, что он фамирует, но со мной связь. Да нет. Я не совсем, пожалуйста, хотела дополнить, что я работаю в 4 года. Вы, кстати, в форму, обращая в поле, вы говорили как раз про те вопросы или тематику лангета, которые людей могут неожиданно сражать. Ну, например, у него там совокупный бюджет до 10 тысяч, 10-20 максимум, а его спрашивают, за то, что он хочет денег вкладывать, и все остальное. Есть еще один такой момент, в экономическом логике, который даже я порой переживаю задавать женщинам за 60. Это семейное положение. У меня был случай, когда я опрашивала в магазине женщину, которая за 70 была. И когда я спросила семейное положение, она ответила на дала и расплакалась. Я всегда вот этот вопрос очень боюсь задавать женщинам за 60. И на этот вопрос почему-то, ну, может человек верить прямо эмоционально не сложно. Хотела бы помнить. У меня здесь тоже есть комментарий на ваш комментарий. Понимаете, у нас мы проводили экспериментальные исследования, задавали людям вопросы о сексе и о смерти. И предваряли этот блог разговором о том, можно ли вам задать несколько вопросов о смерти. И вы знаете, что самое интересное? Я говорю интервьюеру, очень часто эти вопросы сенситивны. Единственная переменная, зависимая переменная, когда люди отказывались отвечать на вопросы о смерти, была переменная интервьюера. Если вам некомфортно задавать этот вопрос, вы влияете на боль. Это я могу абсолютно с серьезной уверенностью сказать. И второй момент, вы никогда не знаете, какой вопрос будет сенситивным. Вот пример из недавнего исследования, опрос семьи с детьми. Мы разговариваем с родителями и с опекунами, и выясняется, что сложная жизненная ситуация. У девочки погибли родители, ее воспитывает старенькая бабушка. А мы ее опрашиваем, какие пособия вы получаете? И бабушка расплакалась в конце интервью из-за того, никакие пособия не получают. Они с внучкой живут на единственную пенсию, потому что она очень боится, у нее плохое здоровье, она очень боится пойти в любые органы социальной защиты, потому что боится, что у нее отберут внучку. вы никогда не знаете, а вот вы хотя бы приходите в поле, вы хотя бы видите человека, вы хотя бы можете как-то невербально его поддерживать. Когда по телефону вы звоните, вы не всегда даже пол можете сказать человеку, с которым вы разговариваете. я всем это люблю. Спасибо за доклады, спасибо за эти ответы. Я думаю, еще вернемся к этому. Я надеюсь... Вдруг кому-то придет. Есть предложение, почему бы мы собрали социологи, ну, прилимпо просто проводить вопрос качественников, о количественниках, и сделать свою группу, чтобы они как-то были экспертизены. Давайте это еще обсудим, когда обсудим разные другие истории. Мы здесь, в принципе, сегодня и собрались разные социологи, количественники и качественники, чтобы обсудить, как нам сделать что-нибудь лучшее, эффективнее, и конкурирование для других. Спасибо большое. Я сегодня действую в режиме ограниченной функциональности, поэтому я действительно расскажу совсем немного и скорее даже не расскажу, а приглашу в дискуссии. Ну, собственно, как Даша уже сказала, я бы хотела немножко поговорить про то, что такое синтетивное поле, но не с точки зрения изучения уязвимых групп, о чем уже было немного сказано до этого, а с точки зрения уязвимости самого исследователя, да, потому что что такое синтетивное поле, это может быть не только то поле, в котором мы находим информатов, которые находятся в тяжелом жизненном положении и так далее, это в том числе то поле, в котором исследователь становится уязвимым, и в этом смысле, например, изучать чиновников может быть не менее сложно, чем изучать, например, группы, ну, там, опять же, проживающие в селе с какими-то условиями проживания и так далее. и поэтому исследователи иногда приходится проделывать довольно большую эмоциональную работу на всех этапах исследования, на этапе планирования, входа, самого поля и выхода из него, даже если поле не планировалось изначально как синтетивное, потому что вот эта синтетивность, она, на самом деле, иногда ожидает нас в тех местах, в которых мы не предполагаем. Вот был, мне кажется, хороший пример с тем, когда ты идешь на интервью и вдруг встречаешь вдову, например, и та точка, на которую ты случайно надавил, оказывается, что превращает все твое интервью в что-то очень-очень чувствительное и для вас, и для информанта. Поэтому, собственно, первый мой такой, я не знаю, лайфхак, как мы его здесь называем, будет касаться того, чтобы включать какие-то пункты, которые касаются протоколов относительно того, как мы обращаемся с данными, каких этических принципов мы придерживаемся в исследовании, даже в том случае, когда исследование не планируется как сенситивное. Второй момент, это, собственно, то, что эмоции и субъективность это не эксклюзивные качества тех людей, которых мы изучаем, потому что у меня есть ощущение, что иногда мы приходим в поле и у нас есть ощущение, что наши информанты они чувствуют, переживают, они находятся в визимом положении. На самом деле, интервьюер, исследователь, он точно так же обладает телом, это тело что-то чувствует, оно устает, оно мерзнет, да, оно иногда даже влюбляется, например, или кого-то ненавидит это тело. И эмоции есть, собственно, и у исследователя, хотя иногда есть ощущение, что исследователи пытаются максимально от этого откреститься, сделать вид, что они вообще бессмертные и бестелесные, но, тем не менее, это та точка, по поводу которой нужно обязательно рефлексировать. И мне кажется, что это очень важно включать, в том числе для тех, кто работает качественными методами этнографии, включать это в исследовательские дневники, потому что сказать, что нет, у нас этого ничего нет, нет эмоций, нет тела, нет ничего, скорее это не делает исследование более достоверным, но вот рефлексия по поводу того, что да, я вот это чувствую, да, вот это мне нравится, вот это мне нравится, и фиксирование это в наших документах, мне кажется, что вот это очень важно помнить о своей роли относительно к исследованию рефлексивно, но не делать вид, что никаких переживаний с ним не связано. Собственно, те уязвимости, которые могут быть у исследователя, это и разговор на сензитивную тему, и телесный опыт участия, в который нам иногда приходится включаться совершенно как-то спонтанно, и те морально-этические дилеммы, с которыми мы сталкиваемся. В том числе, например, в поле часто возникает проблема рецепропности. То есть мы не всегда понимаем, насколько мы должны отдавать что-то информанту, когда он нам рассказывает про свою жизнь, или не должны. И часто мы переживаем о том, что мы не можем ничего дать взамен информантам. И, в принципе, вот эти вопросы, они нас преследуют, потому что хорошее интервью, иногда есть тоже такая, может быть, у нас иллюзия, что сейчас я пойду в поле и соберу данные, и вот получу информацию или получу ответы на вопросы, которые меня интересуют. Но вот эти вот получить нужные данные, оно обычно не получается, потому что хорошее интервью, оно предполагает, что какая-то информация, она открывается не только нам, она открывается тем людям, с которыми мы разговариваем. То есть сам интервьюируем, и часто в процессе вот этой рефлексии, иногда мы проводим нашего информанта через эту рефлексию на протяжении полутора-двух часов, иногда несколько раз подряд, когда мы задаем им вопросы, когда мы пытаемся вызвать его на то, чтобы он рефлексировал или она относительно своего опыта. И часто люди открывают что-то во время интервью не то, что не знали мы, а то, что они не знали сами. Поэтому ограничиться тем, чтобы просто получить вот эти нужные данные, не получается. И исследователь проходит вот этот путь изменений, часто вместе с информантом, и на этом пути у него, конечно, возникают разные эмоции, разные вопросы, должна ли я отвечать за исследования, спровоцированные мной рефлексии. Иногда это очень серьезные вопросы, когда, например, это какой-то очень чувствительный опыт, и, например, после интервью, бывают такие случаи, ну, самые радикальные, наверное, когда, например, после интервью информант окончает жизнь самоубийством. Иногда это не так плохо, иногда просто кто-то решает произвестись, например, или еще что-нибудь в этом духе. И вот поиск, это не всегда так, да, иногда, ну, это бывает по-разному, иногда будут какие-то позитивные. Я исследователь-оптимист, да, у меня градация хорошая, плохая, она такая смещенная. И, собственно, да, мы задаем себе эти вопросы, должны ли мы отвечать за последствия вот этой рефлексии, что мы можем дать замену, вообще должны ли мы что-то давать замену, должны ли мы помогать или препятствовать, если мы слышим о каких-то, да, практиках, которые явно требуют каких-то действий, должны ли мы выражать свою точку зрения, проявлять эмоции, давать советы, насколько вообще, в принципе, оправдано это исследование, насколько эти данные и их использование в дальнейшем может повлиять на меня и на моих информантов. И, собственно, поиск ответов на вот эти вопросы – это очень большая эмоциональная работа, которую проворачивают исследователи, и о которой мы, как правило, не говорим, о которой очень хочется поговорить. И следующий пункт, который я хотела бы обозначить, это то, что качественное исследование, особенно уязвимый групп, оно предполагает отсутствие иерархии в процессе интервью и как результат большую вовлеченность. И вовлеченность мы часто обсуждаем в том контексте, что насколько у нас есть какой-то баист, какая-то признатость относительно, как она отражается в результатах нашего исследования, в нашем анализе. Но, да, это тема отдельного разговора, тут есть разные позиции. Но вторая проблема, вторая сторона медали вот этой вовлеченности – это то, что это состояние, в котором мы пускаем людей в свою жизнь, и люди пускают нас в свою жизнь. И иногда вот эти отношения с информантами, они длятся, вот почему я задаю вопрос по поводу 10-20 секунд, они иногда длятся годами, когда мы продолжаем общаться, когда наши информанты остаются в нашей жизни, и иногда они напоминают себе, обращаются за помощью, признаются в любви, попадают в сложные ситуации, они умирают. И исследователь часто сам идет в поле изначально, с которым у него связана какая-то травма или какой-то близкий опыт, и это делает его еще более уязвимым, и вот эти все эффекты, они усиливаются. И когда вот эти сенситивные истории накапливаются, когда мы идем в поле и собираем вот эти бесконечные интервью, в которых люди рассказывают про то, как они живут, как они страдают, что с ними происходит, создаются эффекты, когда нормальное начинает казаться маргинальным, что я имею в виду. Ну, то есть, если, например, говорить о моем исследовании, я изучаю опыт женщин, которые потеряли ребенка во время беременности родов, и где-то к 30-му интервью начинает казаться, что дети не рождаются живыми в принципе. То есть, когда ты видишь, что кто-то родил живого ребенка, кажется, что нет, что-то пошло не так, наверное, в этой беременности, что он родился живым. И вот эти темы, которые касаются особенно тем, связанных со здоровьем, онкология, ВИЧ, СПИД, различные травмы, инвалидность и так далее, они приходят в нашу жизнь, и мы начинаем бояться за себя, бояться за своих близких, и очень глубоко погружаться во все эти темы. При этом сенситивное поле, оно влияет не только на исследователей, о чем важно помнить, на тех людей, которые занимаются условно-технической работой, например, транскрибированием, потому что, да, у нас есть исследовательские команды, в которые мы вовлечены, в которых мы обсуждаем, да, гладим друг друга по голове, да, и говорим, что все будет хорошо, и все пройдет, и вообще будет новое поле, новая жизнь, но остаются люди, которые обычно не вовлечены в этот процесс, например, те люди, которые транскрибируют те интервью, в которых они слышат то же самое, что слышим мы, но они оказываются как бы на обочине этого процесса, и мне кажется, что это то, о чем тоже важно помнить, что есть люди, которые хотели бы профессионально обсудить эту ситуацию, но они не имеют таких ресурсов. Поэтому, собственно, ну, да, среди способов минимизации рисков для исследователей, да, вот таких эмоциональных, я бы назвала, собственно, три. Первое – это описание возможных этических сложностей и пути их преодоления на этапе составления дизайна исследования. Даже в том случае, когда исследование не планируется как синтетивное, да, то есть если мы не идем в то поле, в котором будут говорить про смерть или про боль, все равно есть смысл включить в дизайне исследований этот блок, в котором мы обсуждаем, что мы делаем. Возможность обсуждения полевых сложностей в комфортной профессиональной среде, то есть это может быть либо пергруппа, либо старший коллега из другого проекта, да, ему можно наладить какие-то договоренности, потому что, наверное, бывает сложно обсуждать эти темы, например, напрямую со своим руководителем. Некоторые исследователи рекомендуют создавать вот такие вот какие-то коллаборации между лабораторией или между исследовательскими проектами для того, чтобы не возникала вот эта проблема с субординацией, когда ты не можешь, пожалуй, своему прямому начальнику, ну да, там, начальнику, руководителю проекта, на то, что с тобой происходит, как-то это обсудить открыто. И, собственно, включение описания своих эмоций, собственной рефлексии в исследовательский дневник и последующая работа с этой информацией, как с данными, которым следует уделить внимание. Вот, спасибо большое. Извините, у меня сегодня очень плохо. Спасибо. Давайте начнем с вопросов, а потом с личных историй, комментариев, если они есть. Есть ли что спросить у Дарьи в разумительные поля и нормальная, которая теперь кажется наоблинаемой? Давайте начнем с зала, а потом... Нет? Никого нет вопросов? Или нет? Я сейчас попробую сформулировать, если будет непонятно, выскажите. Вот может ли такое сопереживание, информантам в поле, когда мы действительно пускаем их в свою жизнь, и они пускают нас в свою жизнь, быть источником дополнительной информации именно для исследований. Потому что когда мы вместе с информантами переживаем какие-то сложные, травматичные, вызывающие, я не знаю, боль, возмущение события, в общем, с некоторой вероятностью, поскольку все мы люди, мы можем предполагать, что они переживают что-то подобное. И вот с этой точки зрения может ли саморефлексия по поводу собственных переживаний быть вот некой дополнительной информацией для исследования как такового? У меня есть ощущение, что может, но мне кажется, что какие-то конкретные рекомендации того, как именно это использовать, это, наверное, будет очень сильно связано с тем полем, о котором пойдет речь. Мне кажется, что может, что это нужно фиксировать и потом с этим работать. Но, возможно, да, действительно, я не очень поняла вопрос. Я так поняла, что вы имеете в виду, что мы, грубо говоря, разделяем эмоции наших информантов. И мы понимаем лучше, почему они делают то или другое. То есть мы как бы смотрим на них изнутри, а не просто извне. Ну, вот это вот в чувствовании, в принципе, мне кажется, оно характерно для качественных методов. Но оно не всегда бывает... То есть это не всегда была ситуация, когда мы испытываем эмпатию по отношению к своему боли. Иногда это бывает антипатия довольно сильная. То есть мы все равно производим вот эту операцию в чувствовании и пытаемся видеть мир так, как видят они. Но, тем не менее, наши собственные чувства могут говорить нам о том, что нет, они неправы, они делают неправильно, они живут неправильно, нужно было поступить так вот. И вообще там могут, не знаю, меня раздражать, чьей-нибудь манеровать, что-нибудь делать. И вот это вот все. И мне кажется, что это... Ну, во-первых, мы производим вот эту работу, потому что бы это не выходило даже за пределы нас. Но то, что по этому поводу нужно рефиксировать и нужно фиксировать, мне кажется, что обязательно. Может быть, даже как отдельный какой-то код или отдельный какой-то браклама, книги. Ты упомянула, что иногда практики, которые реализуются наши информанты, напрямую нас раздражают или мы с ними не согласны. Что в таких случаях делаешь лично? Ты выходишь из поля и передаешь эту работу вам или другому, или ты припекаешь летом разговору с коллегами, дневника и всего остального? И как помогает дневник в таких случаях? Из поля я не выхожу. Ну, то есть мне кажется, если мы будем выходить из поля, которое нам не нравится, то есть, собственно, мы здесь будем изучать друг друга, видимо. И то не все, а как бы частями, которые нам нравятся. Вот, поэтому нет, я не выхожу в этом случае из поля. Конечно, бывают такие ситуации, когда, например, информант совершается, но я стараюсь, мне кажется, что и в этом и заключается, собственно, то, чтобы я подразумевала по терминам эмоциональная работа, что мы не демонстрируем вот эти наши дип-филингсы, мы, собственно, производим некоторую работу и пытаемся их отделить и каким-то образом осуществить менеджмент нашими эмоциями, именно тем, что мы чувствуем. Поэтому мне кажется, что есть вот эти процедуры, тем не менее, эти процедуры, они бывают для нас самих довольно тяжело осуществимыми, поэтому мне кажется, что вот такое вот обсуждение с коллегами, оно по-разному, не знаю, что это происходит по-разному и называется по-разному, иногда это не очень осознанно, но когда ты где-то звонишь кому-то в ночи и говоришь, что все, все кончено, и ты больше не могу. Вот это вот, мне кажется, вот та самая, как я это красиво назвала, там комфортной профессиональной обстановке обсуждения. Вот, поэтому я вот это вот осуществляю, но я не знаю, может быть, у тебя был какой-то запрос за что-то более конкретное? У меня есть просто короткий комментарий, он не касается социологов, но я часто думаю, что нам это тоже необходимо. У меня есть коллеги в Украине, которые занимаются расследованием военных преступлений, что они выезжают в города и в разные места, где что-то происходило, да, войны, действия, они все это фиксируют, они тоже говорят с людьми, берут у них интервью и так далее. Они все это очень тяжело национально переживают. То есть у них есть недельная командировка, например, на какую-то территорию, в основном они возвращаются, и там месяц, условно, от этого отходит. У них есть специально для этого психолога, который с ними профессионально работает. У социологов, насколько я знаю, почти никогда нет такой возможности. Мы не вписываем это в гранты, в наших институциях нет отдельной позиции, какой-то супервисии, да, которая бы помогала нам, менеджерить наши эмоции, заниматься национальной работе в целом. Могут это хорошие идеи на будущее. Я не знаю, я хотела пойти к психологу в какой-то момент, потом поняла, что у меня поле из психологов, и я не могу по физическим причинам пойти к психологу. Вот, потому что психолог, которого я выбрала, очень подходит мне в информацию. И поэтому я не знаю действительно, как это должно быть институционализировано, как это должно быть организовано, но то, что мы каким-то образом должны, по крайней мере, как мне кажется, признавать то, что это происходит, да, и не делать вид, что ничего не происходит, потому что какие-то поля, которые там были у меня, они требовали того, чтобы, да, потом вернуться домой и несколько дней полежать и просто заняться максимально глупой какой-нибудь вещью, например, включить какой-нибудь канал и просто лежать, вот, потому что иначе очень сложно. И очень сложно, мне кажется, у нас происходит переключение, да, когда ты должен, например, сегодня ты был на панк-фестивале, и, в общем, со всеми вытекающими, включенными, участвующими наблюдениями там наблюдал, вот, и завтра тебе нужно выйти в аудиторию, рассказывать студентам, не знаю, про Парсонса, да, ну, там про Парсонса, я рассказываю про кого-нибудь другого, да, и вот это вот переключение, оно иногда тоже с очень большим щелчком происходит, здесь, конечно, мне кажется, коллеги тоже должны помогать, и иногда были такие ситуации, когда они напоминают, нет, вот, нет, мы не панкуем, мы надеваем пиджак и идем в аудиторию, вот, и разговариваем другим языком, и вот это переключение языков, переключение эмоциональных режимов, переключение, не знаю, гендерных режимов, да, и всего чего угодно, ну, так не говорят, но, тем не менее, ну, вот, мне кажется, что оно иногда очень сложно дается, и, по крайней мере, да, если мы начнем признавать проблему, как говорят психологи, вот, может быть, мы сможем ее решать. Спасибо. Оля, у тебя вопрос? Что это? А ты, я, 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 да, у меня комментария к Ирине, во-первых, к вашему вопросу, мне кажется, то, что вы озвучили, очень сильно вписывается в такой метод социальных наук, включеное наблюдение, когда ты не просто переживаешь информацию, которую ты берешь интервью, да, из которой ты, там, потом, постфактум рефлексируешь вот этой информацией, тебе больно, плохо, еще что-то, но, когда ты вживаешься в какую-то, какое-то сообщество и разделяешь какую-то правду со своими информантами на протяжении длительного времени, тогда для тебя вот эти все чувства, мысли, ощущения, они становятся, как бы, твоим вторым я, да, и вот здесь вот есть очень, как помогает тебе это понять, да, однозначно помогает. Вот, но тут сразу вытекает второй вопрос из всей этой истории, да, где такое очень жесткое столкновение вот со всеми вот этими этическими историками, которые мы сегодня здесь обсуждаем, да, для меня это, как бы, было очень серьезной такой темой проблемы истории жизненной, да, в связи с искусственным исследованием, учебное наблюдение, которое делается год, да, и я, как бы, ну, довольно хорошо понимаю, о чем вы говорите, но здесь очень много есть разных, опять-таки, этических дилемм, да, когда в какой-то момент ты понимаешь, что то сопереживание или то переживание, ощущение внутри себя, которое ты разделяешь, как бы, со своими информантами, оно для тебя, по сути, временно, то есть ты все равно, у тебя есть, как бы, шаг назад, то есть ты всегда вернешься оттуда, из этого поля, вернешься к своей обычной жизни, и, как бы, возникает такое ощущение личного обмана, что ли, да, то есть ты, вроде бы, как бы вписался на какое-то время, а потом ты раз и выпрыгнул, и вот, и касательно этого, и касательно того, что говорил Даша, я просто попытаюсь чуть позже сформулировать это, да, когда ты сама выступаешь, мой ответ на это, это работа в коллаборации и работа в коллективе, и вот то, о чем Даша сказала, да, про психолога, мне кажется, что усилиями профессионального сообщества, да, там, узкой группы или какой-то более широкая группа, эти вопросы все можно решить или сгладить, или как бы вообще прям ставить какие-то точки над «и». Ну, вот, собственно, все. Ора, спасибо за комментарий, у нас есть еще один вопрос, сейчас я быстро добегу, два вопроса. У вас есть время на два вопроса. У меня один короткий комментарий, я кажется, довольно очевидным, что в крайнем случае с каким-то дилемином интервью, очевидно, что требуется подготовка, ну, какая-то такая базовая подготовка психотерапии, потому что, с одной стороны, это позволяет понимание, комфортно обеспечить все равно и следовать, это же вещи, которые по пальцам вообще это делать и не готовы. А, во-вторых, это позволяет решить какие-то задачи с экспонентом, часто помогая там выйти из тяжелых ситуаций, например, в дальнейшем, то есть расплату шеф-трядки, то есть, то есть, приоритет там 5 нормальных разных пунктов, которые вывезли. Ну, это просто комментарий. Вопрос у меня вот такой. Я обратил внимание на некое предварящее, чем говорила Анна в предыдущем сообщении, что сейчас говорит Дарья. Она сказала в тот момент, что мы должны вернуть человека в то состояние, в котором он был. Дарья включает внимание на то, что мы постоянно, на самом деле, производим какие-то изменения, и вопрос в том, должны ли мы нести за них ответственность. Это два разных принципа, которые я хотел бы какой-то комментарий получить. Ну, вот, например, у меня, например, сама была ситуация, когда нам сообщили, мы проводили исследование в сообществе, там, ходили к Триде, и задавали вопрос, почему вы тут живете так и не так, и через это время, там, через 2 месяца мы уехали оттуда, нам сообщили, что по итогам этих вопросов там сбралась некоторая политическая группа, которая снимила в этом месте вас. еще одна история, очень близко к тому, что я говорила, ситуация, когда нас сообщают, что по итогам одного из интервью человек попытался покончить с собой. Еще раз, это история, которая говорит, мы не знаем, по итогам интервью или нет, мы говорим, что вот я дал ответ на их вопросы, и, знаете, это главный космоубийский. Вопросы. Я говорю, это история просто. Кто считает, что в этой ситуации есть для ответки на то, что случилось с человеком? Не достаточно. Мне кажется, что здесь вопрос... У меня больше нет. Ну, сколько есть, что есть? Ох, хорошо. Ну, мне кажется, что, ну, да, отвечая на последний, хотя это был не вопрос, но отвечая на последнее высказывание, мне кажется, что здесь вопрос на того, было или не было, да, ответственный или неответственный, и вероятнее всего, что это совокупность факторов, которая привела к такому исходу, но, тем не менее, все равно вот эти мысли, да, поскольку я хотела поговорить про исследователи, про то, что мы чувствуем и как мы это переживаем, мысли о том, что я могла занять в этом, играть в этом какую-то значимую роль, они все равно будут преследовать, поэтому в этом смысле, мне кажется, что правда или неправда, там, да, из-за меня или не из-за меня, из-за нас, или не из-за нас, она здесь не столько принципиальна, потому что все равно мы будем задавать себе эти вопросы, да или нет, это я или это не я, даже если мы понимаем, что, ну, скорее всего, нет, скорее всего, эта ситуация, она бы, да, и так развернулась именно в эту сторону, но, тем не менее, мне кажется, что все равно мы об этом переживаем, поэтому для данного обсуждения я не уверена, что это, ну, действительно имеет смысл искать ответный вопрос, да или нет, вот, насколько мы влияем. Вопрос был, нужно ли возвращать человек в обратное состояние, или скорее нужно идти в ответ? Мне кажется, что как раз вернуть в обратное состояние, это, наверное, такая какая-то идеалтипическая история, потому что это невозможно, да, вот, в принципе, вот в одном из тех, которые я пыталась развить, я говорила о том, что мы проводим человека, через вот эту рефлексию, после которой, вероятно, вернуть совсем в то же самое состояние, если это было хорошее глубинное интервью, наверное, не получится, ну, вот, прямо вот в то же самое состояние, это, конечно, нельзя ватьевать в одну реку дважды, и все, и все такое, поэтому, но то, что мы должны каким-то образом разговаривать сейчас, что-то, плохо, как-то стало, это уязвимым. Спасибо за этот ответ, у нас есть еще один вопрос, мы вернемся, в любом случае, во время дискуссии, мигратор, по-прежнему, не надо. Ты попробуй нажать его несколько раз, и подержать. лампочка красная, значит, нет, нет. Может, да, но я могу громко говорить, если я. Спасибо огромное, да, ну, у меня вот, даже на вопрос, на комментарий, потому что сложно задавать вам вопросы, таким специалистам, у меня вот создалось ощущение, что приходят социологи в разные поля, в разные пространства, сенситивные, оставляют за собой такие, просто, я не знаю, толпы травмированных личностей, то есть, немного поломанными судьбами, даже склонными к суициду, да, но на самом деле, вот не остается ли в стороне вопрос о другом, как бы, терапевтическом качестве интервью, я про интервью говорю, потому что на самом деле количество много, да, то есть, наш опыт подсказывает еще и то, что на самом деле, жизнь человека никому не интересна, никто никогда не интересуется, и рассказать свою историю бывает подчас очень-очень, но редко кому возможно быть, тем более, такому заинтересованному, или как он говорит, да, 3-4 часа, даже о воле, даже о какой-то, ну, я не знаю, гибели близкого человека, или еще что-то, все боятся, и входит такая, получается, вокруг человека, определенная, сона умолчания, да, это первое, что на самом деле, не преувеличиваем ли мы, вообще-то, наше положение, влияние, изменение, которое мы оставляем, да, на самом деле, и следующий шаг, не проводим ли мы слишком значимую разницу между нашей беседой с информантом, и просто беседой с человеком в реальной жизни, когда мы тоже что-то меняем, когда мы что-то влияем, когда мы оставляем после себя судьи какие-то, и так далее, то есть на самом же деле, это в большей степени схожие, чем различающиеся вещи, и именно, когда они больше схожие, у нас больше шансов получить более качественную информацию, когда мы не преодолеваем вот эти все вещи, да, не конструируем какую-то искусственную ситуацию, чем она более естественная, натуральная, но я про качество здесь говорю, да, тем в большей степени, вот мы получаем ту самую информацию, которую с нами человек делится, вот, как бы, так вы внеслали немножко культивные моменты. Я абсолютно согласна, и даже не потому, что я с пряткой Елены Леонидовны, вот, потому что просто согласна, единственное, что, ну, я думала в этом докладе сосредоточиться именно на том, что чувствуем мы сами, и поэтому не оговорила, хотя я, конечно, поддерживаю, и, ну, просто в своих полях это вижу постоянно, да, когда люди разговаривают с социологами не потому, что мы иногда думаем, ну, вот, да, это может быть к вопросу о рецепрокности, когда мы думаем, а что мы даем, а что мы не даем, но на самом деле люди обычно нас особо ничего и не хотят, потому что вот эта возможность выговориться, и когда к тебе приходит человек и вдруг начинает очень внимательно спрашивать про твою жизнь столько, сколько ты хочешь, и так, как ты хочешь, и никаким образом не пытается на тебя влиять, это действительно, ну, эффект нарративной нарративной какой-то терапии, он присутствует, и в своих полях я это вижу, особенно, ну, вот, в последнем поле с потерями, когда люди, они просто вторгаются, то есть я спрашиваю, расскажите немного, и они просто начинают выдавать нарратив сразу на полчаса, на 40 минут по поводу всей своей боли, по поводу всего, что у них происходит, вот, и иногда они это, ну, как будто даже пережидают вопросы вот эти вот, да, где вы родились, там, еще что-то, еще что-то, они уже пора рассказать, уже пора рассказать, и у меня поэтому, да, Гай Гай, он, как бы, постоянно такая условная единица, потому что люди, самый большой страх социолога, да, что нам ничего не расскажут, нас погонят, вот, мне кажется, что он пока что у меня ни разу не сработает, потому что очень хотят рассказывать, иногда действительно потом звонят и говорят, спасибо, да, и, там, меня, в моем поле с потерями репродуктивными люди рассказывают, что, например, ни с кем никогда не разговаривали по этому поводу, в том числе профессионально, потому что психологи будут лечить, а социологи будут сидеть и слушать, вот, нужно сидеть и слушать, и в этом смысле, мне кажется, что мы не такие страшные, вот, но, тем не менее, мы этот путь проходим вместе с информантами, и мы, конечно, на этом пути тоже иногда и плачем, и теряемся, и не знаем, вот, да, то, что Григорий сказал, какие-то лайфхаки по поводу того, как утешить и так далее, на самом деле было бы хорошо, да, но, может быть, мы не всегда имеем ресурсы для того, чтобы, ведь какую-то вот эту психотерапевтическую подготовку, но, тем не менее, эти навыки того, что делать, если вдруг он заплакал, да, или вдруг что-то начало вот так вот рушиться, происходить, вот, они, наверное, очень полезны, такой я согласна абсолютно с Евгением. Ура, спасибо за этот рассказ, это очень здорово, и спасибо за вопрос. Я думаю, что это очень важный вопрос о том, как нечаянно не травмировать информантов и самих себя, но я хотел бы немножко отойти в сторону от него и поговорить о проблемах, которые находятся на пересечении этики и эпистемологии. Ведь когда мы думаем об информантах в этическом ключе, мы забываем иногда о том, что есть слова, дискурсы, эмоции этих информантов, вот, а не только они сами, да, и когда мы эти дискурсы, анализируем, да, мы тоже косвенным образом взаимодействуем с этими людьми, да, с нашими информантами. Вот, и я хотел бы поговорить о такой проблеме, которая связана с тем, что и в российской, и в международной науке, к сожалению, да, очень часто эти дискурсы информантов, они, все их многообразие, да, оно редуцируется до каких-то более упрощенных моделей, которые подгоняются, например, под нашу теорию, да, или которые подгоняются под наши политические взгляды, чтобы их доказать, да, или подтвердить, да, или легитимировать, или когда у нас мало времени, да, и мы сдаем какие-то грантовые отчеты, мы тоже так побыстрее как-нибудь подгоняем, упрощаем слова наших информантов, чтобы свести концы с концами, вот, и я думаю, что это очень большая проблема, проблема в первую очередь эпистемиологическая, да, связанная с тем, что мы вместо высококачественного анализа получаем некую очень упрощенную, а иногда и примитивную модель на выходе. И я думаю, что вот здесь вот как раз можно поговорить об этике. Многие социологи, которые работали с качественными методами, да, там тот же Гурди, например, говорил о том, что это практическое знание, это знание, которое нельзя как-то кодифицировать или нельзя предписание к его добыче составить, да, когда мы анализируем данные, этому нужно учиться, нужно заботиться о данных, нужно к ним возвращаться, нужно учиться видеть в них что-то новое, да, и вот это практическое и явное знание. Но я думаю, что в этом практическом знании должна быть некоторая этическая составляющая, да, например, когда я читаю вот такие исследования, которые кажутся мне, результаты исследований, которые кажутся мне упрощенными или даже упрощенческими, у меня возникает не только чувство досады из-за того, что я читаю плохую работу, но у меня возникает этически окрашенное раздражение, да, мне кажется, что социолог неуважительно подходит к своим данным, да, и поэтому я думаю, что вот в это практическое знание, в этот практический навык, да, анализа данных нужно ввести вот это вот этическое предписание, да, быть более осторожным, быть более внимательным, быть более чутким к данным, но можно подумать, да, и о каких-то других этических мерах, да, можно, например, подумать о том, как вовлечь информантов в обсуждение каких-то выводов, да, то есть не то, чтобы, как у Ленина, там, отзыв депутата, да, чтобы информант мог отозвать свои данные, это, наверное, было бы слишком, да, хотя об этом тоже можно подумать. Вот, и вот я хотел бы, сказать, что очень часто мы размышляем об этических дилеммах в полевой работе, противопоставляя научный результат и этические какие-то императивы, то есть что важнее, не обидеть информанта или вытянуть из него все-таки что-то интересное, да, вот в моем случае того, о чем говорю я, все наоборот, да, этическое отношение к данным, которые представляют наших информантов, да, оно может как раз поспособствовать прогрессу в науке, да, и поэтому, подобно тому, как диссиденты говорили, соблюдайте вашу конституцию, вот я хотел бы, да, вот тоже такой сделать призыв, уважайте ваши данные. Спасибо. Когда я не ушел к микрофону, у меня сразу есть вопрос о сюжете, который, я думаю, точно тебе известен. По уважению к данным, многие наши коллеги выходили до разных методических экспериментов. Например, Далина Абова и Саша Касатина в опенском проекте пытаются достаточно успешно авторизовывать транскрипты у своих информантов. Для этого транскриптов такой достаточно длительный и удаленкий процесс, я не сталкивалась с тем, что информанты не только отзывают части информации, но очень сильно редактируют свой текст по-разному, причем, юристически, грамматически и они просто меняют факты, например. я помню, Галина и Саша, они рассказывали о том, что фактически они получают вообще новый материал. То есть, сам способ операции транскрипта дает представление о том, что происходит в биографии, в репети, в идее, с которыми мы это делаем. Это отдельная работа. Как думаешь, насколько эта практика вообще может быть широко применима и насколько она методически нам нужна во всех исследованиях? Нужен ли она тебе в какой-то проект, например, делает ли ты это? Я думаю, что это, по крайней мере, заслуживает очень серьезного внимания и надо будет посмотреть на то, как это работает. Конкретно, например, в случае Галлида и Овнинского проекта. У меня были случаи, когда политические активисты, которых мы изучали, приходили на наши презентации и потом делились с нами своими сомнениями. И я всегда всерьез к этому относился и что-то переосмысливал. Коллеги, есть ли у вас вопросы, комментарии, лайфхаки, как уважать данные или признание о том, что вы не уважаете свои данные? Спасибо большое. У меня такой вопрос. Как в данном случае разводятся данные и история? То есть история, которую рассказывает человек, это данные или это еще не данные? В какой момент история становится данной? То есть уважение к данным, это уважение на чему может быть здесь напоминать какие-то политические пункты, которые вы должны сказать? Нет, я имею в виду уважение к тому, с чем мы работаем уже после того, как мы взяли интервью или провели включенное наблюдение. То есть это работа с тем, что репрезентирует мышление или поведение информанта. То есть это его история, это его нарратив. Ну да, история, мне кажется, в этом смысле данной. Я просто думаю, о том, подполевая этого, когда мы непосредственно берем интервью, и эти данные производятся здесь и сейчас, это то же самое, о чем ты говоришь, или нет, уважение данных, это то, когда мы будем расшифрованным, с удовольствием, транскриптом, анализируем, смотрим на код, и на текстное создание, но и то есть есть ли смысл вот этого разделения, или оно как... да, я понял, да, это очень хорошо проскидит, я думаю, что это и то, и другое, потому что вот один из способов невнимательно отнестись к данным, да, это, например, задавать формирующие вопросы в ходе интервью, поэтому, конечно, да. да, я думаю, что в какой момент это начинается в этом смысле насколько это... Ну, вот нужно об этом думать, да, но я думаю, что и то, и другое нужно рассматривать в одной реше. Какие-то практические проекты? Ну, на самом деле, нет, ну, просто полно, полно действительно работ, которые, я там не хочу сейчас их приводить, вот, но действительно полно работ, которые просто вот, показывают очень красно-речиво, что к данным отнеслись, в общем, с должным уважением, вот, а практически, я не знаю, что я говорю, что это вот, это вот, это некое практическое знание, да, возвращаться к данным, переостренно сказать, обсуждать их с коллегами, создавать базы данных и смотреть разными глазами на данные, да, то есть это вот некое такая, некое такая вот этическое отношение, да, к этим данным, вот, его нужно выработать, как-то усвоить и воспроизводить в практике своей. Например, не выразивание данных это критично, ну, то есть, сообраз данной и в итоге никак их не используют. Публикации, я просто нагаде думала, потому что это не всегда публиковые, и не все фокусы нашего исследования оказываются озвученными и прописанными, это все этично. Ну, мне кажется, что если принципиально, если есть действительно веская причина, по которой не использовать часть данных, то тогда это нормально, а если просто не хватило времени и ты взял в качестве объекта анализа три интервью из 10 или 30 из 100, это действительно неэтично, потому что, как правило, ты в первую очередь обращаешься к тем интервью, которые тебя интересовали еще в момент взятия интервью, а что тебя интересует в первую очередь? Что-то, что каким-то образом связано с тем, о чем ты уже думал, и ты оставляешь без внимания другие данные. То есть, да, вот такой вопрос ревности, он тут, мне кажется, тоже уместен. Еще один вопрос, Настя. Спасибо большое. У меня один маленький вопрос про то, как отвечать уважение от данных от необходимости обеспечивать достоверность и надежность наших данных. Ну, то есть, это приносит что-то новое, потому что мы, ну, как бы, по умолчанию ожидать и так должно сделать, как любые следователи. Второй вопрос, уже отчасти продолжение к Дашнему, как всегда ли нам получается разводить уважение к данным от уважения к информанту. Да, вот как бы приводилась ситуация, когда информант, например, перечитывает транскрипт, меняет содержание этого транскрипта и к чему мы должны ретичнее относиться к надежности полученных изначально данных или мы должны ретично уважать, опять же, да, свежую хельсинскую конвенцию правую информацию на отзыв от участия или на правую информацию о том, как это может влиять на то, что мы выводим. Ну, я думаю, что вот ответ на первый вопрос такой, что достоверность и валидность данных это что-то, что может быть обеспечено некой процедурой. То есть, вот есть пункты, которые нужно выполнить или соблюсти, чтобы можно было говорить о валидности и достоверности данных. А когда я говорю про более рефлексивное, внимательное и заботливое отношение к данным, этого нельзя достичь следованием кодекса, следованием предписаний. Это можно выработать только на практике, причем практике, которая этически окрашена. В этом, как мне кажется, существенная разница. На второй вопрос, мой ответ, да, он заключается в том, что важнее уважать данные, чем информанты. Олег, у меня есть еще два вопроса. Я бы сказала, что это вопрос, это, о чем, я думаю, интересно было бы когда-нибудь поговорить. Первая идея касается того, что мы сейчас создаем данные в архивы, чего они будут. Например, мы делаем для кого-то исследование, мы для кого-то пишем отчет, и от нас требуют сдать все транспекты интервью. Это уважение к данным или неуважение к ним. И даже мы заранее подумать о том, что будет в этих интервью, и что мы должны из них убрать свой пост, анализируем в наших форматах, или мы должны раздавать все целиком, потому что это другое вот уважение, например, к заказчику. И вторая история, она касается транскрибирования, например, кто очень дальше говорила, мы вообще мало думаем про транскрайбер, это такая техническая работа. Насколько я знаю, в договорах с транскрайберами, во-первых, не существует таких договоров, обычно это какое-то неформальное общение, во-вторых, мы никогда там не пишем, что эти люди не имеют права а цитировать, обсуждать, использовать, постить на фейсбуке или еще что-нибудь делать с этой информацией, которую мы передаем для технической обработки. Попадает ли это в свою историю провожения с данными или нет? Интересно ли это для этого сюжета? Мне кажется, что не совсем попадает. Скорее, от транскриптеров нужно требовать или просить у них не халтурить, а добросовестно включать в транскрипт все, что они слышат. Про заказчика мне сложно ответить, потому что это все-таки, мне кажется, за пределами того, о чем я говорил. Для меня важно поставить вопрос о том, что проблема не в том, что мы кого-то обижаем как человека и взяли, опубликовали на фейсбуке информацию, которая была приватной. Для меня проблема состоит в том, что в угоду обстоятельствам мы невнимательно подходим к анализу данных, и здесь рефлексивность и неогалитическое отношение к данным соединяются. так что про фейсбук наверное нет. Я скажу о каких-то вещах, которые меня интересуют и волнуют сейчас, так как с тех пор, как я была год в поле прошло уже почти два года и в общем много чего меняется, переосмысливается и так далее. И мне кажется, что очень логично в контексте того, что уже сказали мои коллеги, начать говорить не только о проблемах, с которыми мы сталкиваемся, но и о возможных их решениях. Я хочу наверное проговорить все это не столько в контексте своего годичного исследования на заводе, сколько в контексте нашего проекта с Олегом совместного, потому что тема моего выступления здесь и вообще мой тезис в том, что будущее исследований социальных за коллаборациями, за коллективами, за малыми группами, за теми исследованиями, которые делаются в группе. И что я имею в виду? У меня был опыт разный, опыт. Первый, когда я одна работала в поле, мои коллеги работали как бы на других проектах, и мы обсуждали моё поле, то есть это как бы коллаборация, но в то же время и не совсем коллаборация, потому что это такое, как бы я наблюдатель первого порядка, мои коллеги наблюдатели второго порядка, и параллельно они вроде бы и не в поле вообще, слышат как бы смыслов и интерпретируют, основываясь на своих каких-то личных уже там знаниях или представлениях, да, и для меня всегда был очень болезненный вот этот вопрос интерпретации, да, когда ты приносишь, например, из поля данные коллегам, они там не были в этом поле, они не понимают, каким образом, да, эта работа там происходит, какие отношения у тебя, там, я не знаю, с этими событиями, которые там происходят, но они сразу входят вот в этот момент именно работы с данными, да, и для меня здесь тоже очень важная история про уважение к данным, именно про этот момент, да, когда мы приступаем уже к интерпретации этих данных, и мы начинаем в зависимости от того, какой у нас есть ваграм, научный, я не знаю, личный, мы начинаем подключать сюда вот эти все свои предубеждения, иногда знания и теорию, и включаемся вот в эту активную фазу интерпретации, вот, и по параллельной сети у меня есть второй опыт совместно с Олегом, когда мы были в поле два месяца вдвоем, это было этим летом, мы два месяца равноценно, полноценно жили с ним в полевых условиях, ходили там, брали интервью, участвовали в каких-то практиках в городе, в котором мы жили, вот, и там я для себя открыла такой очень важный момент, что отношения с данными, да, требуют не только нашего личного вовлечения в этот процесс, но требуют также некой коллаборации, которая бы в первую очередь работала именно на в хорошем смысле контроль вот этих интерпретаций, этой работы с данными, да, потому что маленький пример, когда мы с Олегом, мы с ним периодически брали интервью парное, то есть мы с ним вдвоем ходили на интервью, либо на какие-то беседы там в гости, да, то есть у нас был такой как бы и этнографический такой момент в этом поле, потому что мы жили в этом городе, соответственно, мы в какие-то практики включались, и вот мы выходим, например, с интервью или из гостей, и начинаем обсуждать вот эту беседу, и тут же на ходу мы с Олегом начинаем спорить, да, спорить в буквальном смысле о каких-то фактических вещах, то есть там говорила она этого, не говорила она этого, она сказала это так, нет, она сказала это в этом контексте, и так далее, да, и в итоге Олег сказал, ну, написал в чате, мы с ним это больше всего обсуждали, на самом деле, так было удобнее, вот, и он сказал такую важную вещь, мне кажется, в контексте того, что я сейчас говорю, он сказал, что это вопрос интерпретации, у тебя она одна, у меня она другая, да, и вот, мне кажется, что это очень здорово, потому что мы имели возможность с ним работать в одинаковых условиях, с одними и теми же данными, да, то есть мы присутствовали при сборе, мы влияли на эти данные, да, и потом мы могли смотреть на то, каким образом мы с ним, как бы, исследователи с абсолютно разным бэкграундом, с абсолютно разным образованием, абсолютно там разными какими-то, не знаю, установками, в том числе идеологическими, там, я не знаю, другими, как мы с этими данными работаем, и вот это вот для меня выявил вот этот важный момент, да, что когда человек один на один со своими данными, когда он там даже маскируясь этикой, например, профессионально говорит, я не могу ни с кем делиться вот этими вот первичными данными, я не могу показывать транскрипты своих интервью никому, потому что я там защищаю своих информантов, но на самом деле это не всегда так, то есть где границы, да, вот этой этики, когда мы скрываем эти данные от коллег и не выносим их вот прям в чистом виде, без интерпретации, до интерпретации, да, не обсуждаем это с коллегами именно вот в том первозданном виде, в котором они у них, у нас есть, либо когда мы охраняем эти данные даже от наших коллег, да, и, возможно, идем неким искаженным путем в процессе их интерпретации. Вот, собственно, это, наверное, тот, вот, я просто скажу финальную фразу, потому что я обещала решение предложить. Вот, собственно, это решение и заключается в том, чтобы мы имели возможность и давали себе такую возможность и формально или неформально максимально пытались сделать так, чтобы процесс работы с данными, да, выходил за круг нашей индивидуальной работы, то есть мы могли бы прийти в круг каких-то близких коллег, да, пускай это будет один человек, два человека или три человека, да, могли принести транскрипты этих интервью или даже запись, например, включить, да, или там разослать эту запись, и чтобы мы могли влиять каким-то образом, да, тем самым контролируя качество, может быть, производимых, да, каких-то интерпретаций и там построения теорий и тем самым как бы делать то, что мы делаем просто лучше, качественнее, да, и осознаннее. Вот, наверное, все, что я хотела сказать. Спасибо. Спасибо вам. У меня сразу есть короткий вопрос. Если делать шаг назад до вот этого года коллаборации например, в этой компании с Олегом, то как защитить себя от ошибок интерпретации, когда ты все-таки единственный одинокий свидетель своего собственного поля. И когда никто не остановит тебя, они скажут «нет, информант этого не говорил», или «нет, тебе сказалось, что он сказал это в этом томе». Пронести транскрипт, конечно, можно, но то, о чем ты говорила сначала, когда это степени второго порядка, но для степени второго порядка, это тоже может не сработать. Они могут прочесть транскрипт, то есть даже, как ты сейчас читаешь. И они могут слышать твой пересказ. Ну, то, о чем ты говорила, ты сама становишься этим эффектом для степени второго порядка. Есть ли какие-то выходы, или считали ли ты об этом на штатист свой собственный путь? И коллаборация это пока единственный ответ на такие вызовы поля. Я полагаю, что это один из ответов. Понятное дело, что то, о чем говорил Олег, это важно, в первую очередь, на индивидуальном, как бы, в применении к индивидуальному такому, да, восприятию всего этого. То есть, если каждый ученый-исследователь, да, который занимается исследованиями, вообще поймет свою ответственность за данные и за те интерпретации, да, и вот не будет такого халатного отношения, например, в процессе анализа, да, когда мы там на скорую руку утрируем все, что у нас есть, там, до каких-то типов, да, вот это все вот так вот описываем быстренько и вот как бы даем какие-то ответы, рекомендации, то, наверное, это будет первым шагом, да. Второй шаг, коллаборация, наверное, это самый простой все-таки выход, и поэтому его было так просто найти, да. Понятное дело, что есть разные форматы этой коллаборации, опять-таки, да, есть поля, в которые вы можете поехать вдвоем, есть люди, с которыми вы можете пойти вдвоем на интервью, например, да, и провести два месяца в поле, а есть как бы просто, ну, не получается, они просто не складываются. Есть варианты, когда вы можете принести транскрипт, описать полностью контекст, там, или принести аудиозапись и описать полностью контекст интервью, например, или беседы и так далее, а есть, когда не можете, да. Понятное дело, что мне кажется, все равно в профессиональном сообществе очень мало таких малых групп, групп доверия, наверное, куда мы можем приносить свои данные, и даже не предупреждая другого о том, что ты знаешь, как себя нужно вести с данными, ну что-то такое. То есть я не знаю, у нас есть, например, какой-то маленький научный кружок, я знаю, что в ЦИНСИ я могу всегда прийти, и если у других это, если есть, хорошо, тогда это выход, если нет, то значит надо сообществом каким-то образом влиять, наверное, на то, чтобы они были. Ну вот такая ситуация. Мне кажется, что ваша история, это как раз история исключения неправил, немножко мне показалось странным вот некоторые утверждения, о которых мы говорили, да, с неким таким, как бы не то что посылом недоверия, да, к возможностям. На самом деле индивидуальные исследовательские проекты и качественные социологии, ну это качественные социологии, они говорят скорее исключение, чем правило. Обычно это исследовательские коллективы. И если говорить о нашем коллективе, ЦИНСИ, то ситуации того, что кто-то зажимает данные и боится показать и посоветоваться, это невозможно, это просто не случается никогда. Потому что существует коллективная ответственность, существует репутация центра, существует репутация проекта, который мы выполняем, и это всячески приветствуется. И, в общем-то, вот такое охранение данных и боязнь, что кто-то не очень этически подкованный начнет это использовать, я, честно говоря, вообще не встречалась в своей уже 20-летней советской практике. Может быть, это вопрос или, может быть, это сценарий написания PhD или аспирантской работы, когда нескольких поговорить, нескольких показать, существует определенное вот это вот, ну что ли, условия потери данных или утечки данных или еще что-то. В обычных коллективах, я знаю, и другие коллективы, да, и, напротив, их очень много. И в Питере, и в других городах, в детских коллективах, где люди как раз спираются для того, чтобы делить и разделять понимание, мысли, и в том числе и воспитываться, и образовываться каким-то образом, создавать свою школу со своими принципами, которые они поддерживают и продвигают. Поэтому, Ольга, если у вас есть проблема, приходите. Мы с удовольствием и послушаем, и посоветуем, насколько возможно. Вот. Потому что, конечно, так быть не должно. Спасибо за комментарий, да. У меня, к счастью, нет проблем. Вот. Но, возможно, у нас с вами разный опыт. Понятно, что у меня гораздо меньше, чем у вас, да, и я могу, наверное, говорить на основе, там, нескольких буквально полевых проектов, да, но, к сожалению или счастью, я не за свою короткую карьеру исследовательскую, да, я не была филирована с университетом, вот как исследователь, там, с студенческих пор, да, и поэтому, наверное, у меня просто некий другой путь. И я знаю целый ряд коллег, у которых похожие какие-то траектории, да, и основываясь на этом, наверное, я говорю. То есть я, конечно, не считаю, что это стандарт и норма, возможно, да, я очень рада, что это происходит по-другому, но даже за свой опыт институционального причастия к коллективу я могу сказать, что у меня возникали такие проблемы, да, когда даже работая в коллективе формально возникают некоторые вопросы и темы, которые, как бы, за вот эту формальность вынести очень сложно, то есть, как бы, есть вопрос неформального общения, да, там, дружба, например, и ты понимаешь, что некоторые сенситивные, вот, например, вопросы, о которых Даша говорила, ты, тебе неудобно, некомфортно, неприятно говорить своим коллегам, ну, я говорю за себя, понятно, что такого, если в вашем центре нет, то это огромное благо, да, но у меня было, вот, и на основе этого, собственно, я и говорю, да, что для меня огромный выход, когда я работаю в проекте с людьми, которые не просто мои коллеги, там, формально мы работаем в одном центре, но они являются моими друзьями, моими товарищами, да, и так далее, и вот, как бы, в этом коллективе, на мой взгляд, мы можем делать просто более качественные исследования и, как бы, добиваться целей каких-то других, то есть, исключительно об этом. Спасибо. У нас есть, Лена, еще один вопрос. Ну, пока идут какие-то другие работы, мне кажется, вообще сложные потенциологи, у нас друзья и коллеги должны, наверное, нить, живы. Спасибо большое за выступление. Я сразу скажу, у меня есть программа, для консистеновского периода. Да, они постоянно возникают, бесконечно. И чем больше он, тем более, не знакомы с твоей болью, тем легче, но тем более, чем только для больного, для этих отговорящих. Но, мне кажется, что моя реплика к этому исследованию, что разговор об этом в поле качественной социологии, он не очень продуктивен, поскольку здесь действительно много очень решений. То есть, очень многое вид написано по поводу коллективной не только эвенографии, но даже автоэвенографии, что сначала воспринималось, как эксиморология, а вот если об этом опыте задуматься с точки зрения количественной социологии или количественной исследовании, то тогда возникает очень много вопросов. Ведь наблюдателя первого порядка просто нет, он выжигнет. То есть, все наблюдатели второго порядка, большие исследователи, которые там чего-то докладывают, и возникает вопрос. А вот этот вот человек, который мы называем по поводу коллективной, у него что-то не с растениями, не личной полезки, не следовательствием. Вообще ничего нет. А у него есть. И вот то, что рассказывает кто-то, в общем-то переживает, но не говорит каждый человек, который будет в поле и что-то там делает, даже если у него нет социологического или еще такого преследовательства, как ГРАУ, как ГРАУ, как ЛЮЧТИ, или еще какие-то геруты. В этом смысле, мне кажется, сказанное, как раз делает большой вызов вообще повески количественных исследований. Я, конечно, могу присоединиться к тому по большому количеству людей, которые могут говорить, что вы со своими количествами социологии любитый интересом, поскольку ничего толкового в мастероволючиках не следует. Но что-то мне подсказывает, что такая позиция не просто не конструктивная и ущербная, она как бы пришла в прошлое, уже нет этого разделения. И если мы всегда смотрим на исследовательскую практику, мы должны принять, что да, наблюдатели второго, третьего порядка, они будут существовать, но как им взаимодействовать с теми, кто является на бедовую коммуникации с теми боли, которые мы пытаемся изучать. Это проблема первостихиевого вазборства, который говорит, ну, так или иначе. Мне кажется, на это стоит обратить внимание, особенно в количестве. Спасибо. Хочешь мне ответить на комментарий? Нет, я с Виктором Михайловичем никогда не спорила и всегда с ним согласна. Спасибо. 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 Я хотела поговорить о том, а что, собственно, считать корректным и некорректным в отношении голосов наших информантов, участников нашего исследования. Потому что мне приходилось сталкиваться с позицией, как бы очень широко представленной в литературе, и мне с ней приходилось сталкиваться лично, что, собственно, единственная корректная для нас позиция – это вот доносить голоса наших информантов как бы до широкой общественности. И любой другой вариант использования этой информации – это там колониализм и так далее, и так далее. Я занимаюсь полем, связанным с исламскими радикалами на Северном Кавказе. И, собственно, вот со стороны исламоведов я слышала, что вот корректная обстановка вопроса – это транслировать язык самоописания мусульман. А строить на основе этого какие-то, так сказать, теории – это вещь уже совершенно некорректная. И вот доследие там ориентализма, колониализма и прочих измов, которые всякие некорректные. Точно так же, вот не знаю, попало или не попало в орбиту внимание людей, занимающихся этическими аспектами исследования, очень серьезный конфликт, который произошел в последнее время между известными чеченскими общественницами и гендерными исследователями вне Чечни, когда, собственно, вот этих вот гендерных исследователей объявили в том, что они абсолютно искаженно воспринимают вот ту картину, которую реально понимают только люди внутри республики и вообще делают это ради хайпа и, соответственно, вредят, так сказать, людям внутри республики, распространяя про них напрасно. То есть, на самом деле, я думаю, что вопрос достаточно серьезный и он методологический и этический. Вот что интересно, когда мы о нем говорим как о методологическом, мы говорим одни вещи, а вот когда мы его начинаем рассматривать как этический, мы начинаем говорить вещи совсем другие. Потому что, с моей точки зрения, в общем-то, вот такая вот постановка, что мы должны передавать голоса людей, которых мы изучаем, она, с одной стороны, есть последствия постковиняальной травмы, когда было ощущение, что есть такой вот страшный исследователь, обладающий полной властью в поле, и вот он приходит и, значит, всех заставляет что-то делать и дальше с этими данными делает что хочет. А с другой стороны, представление об участниках исследования, как о таких наивных дикарях, которые вот с открытым сердцем транслируют нам вот те голоса, которые мы, значит, должны донести. Когда мы говорим про методологию, мы так этих людей не воспринимаем. Мы говорим про баэс, мы говорим про то, что они пытаются нам изложить, значит, то, что им выгодно, а вот как только мы переходим к этике, почему-то вот они превращаются вот в таких вот наивных дикарей. А они не наивные дикари. Вот я говорю об опыте, когда, собственно, в поле приходится находиться довольно долго, и совершенно очевидно, что, во-первых, они нам могут закрыть доступ в поле. То есть вот, собственно, любая негативная информация, вот в таком, наверное, можно говорить, что это такое сенситивное поле, в котором я работаю, любая негативная информация может, даже если она абсолютно надувная, может перекрыть доступ в поле абсолютный. И более того, в моем опыте была история, когда я, ну, это было, так сказать, через Фейсбук, когда вот в одной такой ситуации, когда там начали говорить, что я чьи-то интересы транслирую, какую-то подрывную работу веду, я потребовала шариатского суда. Я потребовала, чтобы по шариату разобрали как бы вот эти аргументы и вот нанесение мне вреда, моей профессиональной репутации, в поле, в котором я работаю. С другой стороны, естественно, люди пытаются транслировать ту интерпретацию информации, которую они считают выгодной. И вот тут рассказывали, что бывает, когда там люди приезжают в поле на неделю, и когда там не понимают, что они собой представляют, когда ты в поле бываешь долго, это уже, так сказать, ну, тебя уже воспринимают как неизбежное зло, и, в общем, уже примерно понимают, что от тебя там ждать или не ждать, и в этом смысле это становится такой системой более упорядоченной. Ну и, наконец, тебя в этом поле пытаются использовать вот просто там твои возможности, твой какой-то потенциал в своих интересах. У меня ощущение, что все это совершенно нормально. Я читала статьи, в которых мы к этому относились очень истерически, а нас пытаются использовать американские статьи. У меня ощущение, что если, опять же, мы не воспринимаем людей как наивных дикарей, а воспринимаем как нормальных людей со своими интересами, какими-то своими ориентирами, то, собственно, именно так к нам и должны относиться. Но если мы говорим вот об этом именно в таком ключе, значит ли это, что мы не доверяем нашим информатам? Вот недавно была опубликована, с моей точки зрения, замечательная книга Тимоти Почарата, не знаю, сталкивались или нет, «Среди волков», такая методологическая книга по этнографии, написанная в форме полуфантастической пьесы. На самом деле потрясающая книга. Так вот, там, собственно, выделялась этнография доверия, когда мы доверяем нашим информантам, и этнография подозрения, когда мы, собственно, нашим информантам не доверяем. Вот у меня ощущение, что это достаточно такое примитивизированное все-таки представление о том, каким образом строятся наши отношения с информантами. И когда я пыталась как-то рефлексировать свой собственный опыт, я, собственно, пришла вот к такой позиции этнографии диалога. Что для меня этнография диалога? Ну, во-первых, этнография диалога – это ситуация, когда я уважаю позицию своих информантов, но при этом я имею право на собственную позицию. И на самом деле вот в моем общении с информантами это очень часто проблематизировалось. И они начинали говорить, вот мы вам расскажем, а что вы с этим будете делать? Я говорила, вы знаете, я собираю пазл. И вот то, что вы мне расскажете, это будет одним из кусочков этого пазла. Если у меня пазл сложится, то я, так сказать, его опишу и обязательно сообщу вам, где вы сможете, так сказать, это прочитать и отреагировать. Если этот пазл не сложится, я приду к вам еще раз, потому что мне важно, так сказать, ваше понимание того, почему у меня не сложился пазл. Другой вариант вот того же, так сказать, объяснения о праве исследователя на свою позицию, я говорила о разнице между внешним и внутренним взглядом. Я говорила, ну, представьте себе, что вам надо описать дом. Вот вы внутри этого дома. Вы видите, сколько у вас комнат, как они мебелированы, но вы же не можете посмотреть на этот дом извне. Вы же не можете, собственно, понять, вот в каком месте он стоит, сколько в нем этажей, какая у него крыша, смотря на него изнутри. Поэтому, естественно, да, у вас есть взгляд изнутри, у меня есть взгляд извне. Давайте, собственно, поговорим, как, где совпадает и где различаются эти взгляды. И вот вчера, собственно, Кирилл говорил, что это очень, как бы, нехорошо, когда участники исследования читают работы, написанные по их результатам. Вот для меня это, в общем, абсолютно органичная часть исследования. Я всегда стараюсь довести до людей информацию о каких-то публикациях. Я всегда стараюсь собирать участников исследования, когда есть такая возможность рассказывать им о результатах, фиксировать обратную связь и использовать ее в исследовании, потому что я считаю, что это очень важный источник дополнительной информации. И вот мне кажется, что это более, так сказать, плодотворный подход, чем и то, что называется этнографией доверия, и то, что называется этнографией подозрения. И, собственно, последнее, о чем я хотела сказать, это вот о использовании нас в поле. Вы знаете, у меня ощущение, что бессмысленно с этим бороться и на эту тему возмущаться, но можно создать такие условия, ну вот такого, как бы, невербального контракта, когда исследователь задает некие рамки, как его можно использовать в поле, а как его нельзя использовать в поле. Вот у меня была такая ситуация, собственно, вот то, как я, ну, в кавычках, расплачивалась с участниками моего исследования за помощь в исследовании этой очень непростой среды, собственно, у них был интерес продвигаться вот в рамках каких-то инициатив в гражданском обществе, и я как могла им в этом смысле помогала. И вот, в общем, был такой вот некий, так сказать, неформальный, невербальный контракт, что, ребят, вы мне помогаете там, я вам помогаю здесь. Причем вот это было очень смешно, когда после того, как мы устроили такую очень, не знаю, сказать, бурную секцию по обсуждению там разных возможностей сотрудничества представителей разных идеологий на общероссийском гражданском форуме, вот мы вышли из секции, один из этих ребят подошел ко мне и сказал, ну, ты хотела там про хаджал-махи поговорить? Вон, тот парень, ты с ним уже общалась, ты не знала, что он из хаджал-махи, ну, вот, пойди поговори с ним вон оттуда. То есть вот это вот как бы, вот, так сказать, существование такого неформального контракта о, так сказать, допустимых путях использования, о том, что этот контракт реально взаимен, он был вот совершенно четко понимаем с обеих сторон. Ну, вот, собственно, вот это все, что я хотела рассказать. Спасибо. Я не знаю, вы знаете, в какой истории Ленин, я не знаю, интересно ли Асе и Даше это прокомментировать, но мне сразу пришел на ум один из успешных проектов, который здесь в ИУ был реализован, который тоже касался такой этнографии, диалога и такого подхода к исследованию, когда речь шла о врачах, о лакушерах, гинекологах, которым Геннадзен стал очень активно увлекать сначала боевую работу, потом исследовательскую, и это кончилось, насколько я помню, в публикации сформирования совместных текстов. Я не знаю, было бы интересно об этом немножко рассказать, прокомментировать, или... Ася, тебе было бы интересно? Ну, я могу... Потому что больше позитивный был. Да, может быть... Не знаю, насколько он действительно позитивный, но были, правда, не гинекологи, а гинкшерки, что для них очень важно, что это такая профессиональная группа, но тем не менее, действительно, у нас случилась такая коллаборация, она выстраивалась на протяжении очень долгих лет. Из информанта коллеги пережили буквально соратников, потому что... Ну, и здесь такой, опять же, этически сложный момент, потому что мы понимаем, что мы всегда немножко меняем это более, когда мы приходим его изучать, но тут мы поменяли настолько, что коллеги, значит, агушерки начинают оперировать категориями социологической профессии, социологической медицины, они говорят, да, нам же надо заниматься профессионализацией, мы же должны бороться за свою автономию, значит, и это реально начинает менять поле в... Приходится к сексуологическим журналам. Да, в публике сексуологическим журналам. У нас действительно есть сборник, изданный в Европейском университете, в котором половина статей написана социологами, половина статей написана уже актуальными тёстрами. Вот. Ну, да, это позитивный опыт. Рик, есть ли какие истории про ваши опыты диалога и контрактных диалогов, или вопросы, которые вы хотели заделить? Вопросы, комментарии? Да, конечно. Мне интересна ваша позиция, если в вашем поле вам удалось получить эту диалоговую позицию, создать этот соединенный контракт с теми, кого вы опрашиваете. Ну, часто бывает так, ну, во-первых, это же в нашей работе, что контракт у нас с одними людьми, а опрашиваем-то мы других людей, ну, там, их причеменных, например, и так далее, да? То есть, и нам нужно каким-то образом довести условия контракта, или не нужно доводить, или это вообще не наша задача доводить эти условия контракта, а пусть они там сами по своей иерархии это разведут. Как вам кажется лучше? Значит, на самом деле у меня ощущение, что это очень зависит от ситуации, потому что ясно, что такие отношения неформального контракта, они складываются не с каждым участником поля, и если я на два часа приехала в село, или если я общаюсь вот с тем самым продавцом скота, о котором я рассказывала, то тут это не актуально. Это, в общем, актуально для людей, с которыми общаешься в длительном поле более или менее на постоянной основе, и которые, собственно, во многом тебе обеспечивают доступ к остальному полю. И с этой точки зрения, в общем, дальше уже как складываться? Ну вот как угодно может складываться. Может складываться, что там я приехала один раз, дальше приехала второй раз, это, я не знаю, там, привезла учебник английского языка для ребенка, человека, с которым общалась, там он счастлив, или там еще что-то. То есть вот, нет, 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 у меня ощущение, что это уже вот чисто как получится. Спасибо. Спасибо большое. У меня другой вопрос. Когда мы исследуем какие-то группы, которые, ну, традиционно называются уэзимами, есть ощущение того, что мы можем как-то помочь. Это тоже дискуссионный вопрос, должны ли мы, да, и вообще должны ли у нас быть какой-то ямысль, ой, и все остальное. Но, тем не менее, есть потенциал к тому, чтобы мы как-то улучшили их социальное положение нашим публикациям, нашим исследованием, и всем остальным. И здесь, собственно, коллаборация, она такая, может быть довольно ясная, да, что мы, дима, вытаскиваем на свет их какие-то проблемы. Когда мы исследуем группы довольно статусные, здесь может быть обратная ситуация, что мы вытаскиваем на свет их проблемы, и это как раз может угрожать их положению. И в этой ситуации, мне кажется, коллаборация, она может быть затреплена, когда мы показываем текст нашей статьи, в котором обозначили проблемы, сложности, какие-то хитероспредения и так далее, и наше поле оказывается довольно рефлексивным, довольно статусным и, в принципе, способно самому каким-то образом проводить этот свой аудит. У него возникают вопросы, а зачем нам, чтобы вы это выносили за пределы нашего узкого круга? И вот в этом смысле, мне кажется, что, может быть, когда мы говорим про квази с едиными группами – это одно, а когда с какими-то статусными, это может быть сложнее. Я допускаю, что это так. У меня не было в этом смысле опыта исследования статусных групп, но мне кажется, что и когда речь идет об уязвимых группах, и когда вот так строятся отношения, нам очень важно сразу обозначить наше право на независимую позицию. Потому что, если мы этого не делаем, то нас действительно могут рассматривать… Вот мы, значит, вам рассказали о наших бедах, ваше дело – донести наши беды куда-то, а если вы не донесли наши беды куда-то, то, значит, наши ожидания не оправдались и, соответственно, у нас проблемы. Вот мне здесь кажется очень важным, чтобы люди с самого начала понимали, что диалог – он в две стороны. То есть, что мы имеем право на свое осознание, на свою позицию, и мы доносим ее, а не то, что нам транслировали. И более того, мне кажется, что на самом деле это вызывает даже большее уважение, потому что, когда люди понимают, что их не воспринимают как наивные дикарей, а, в общем, воспринимают как реальных людей со своими интересами и со способностью манипулировать другими, то, в общем, они относятся более серьезно. Спасибо. У нас есть еще один вопрос. Спасибо большое за интересный доклад. У меня такой вопрос. По вашему полю, который вы обозначили, и, скажем так, сфера интересов, она достаточно близка. Не кажется ли вам, что обозначение определенной группы людей, я так понимаю, последователей какой-то религиозной традиции как радикалов, это уже занятие определенного ракурса, определенной точки зрения на проблемы. Потому что в смысловом поле, скажем так, тех людей, которые борются, ведут различные мероприятия антитеррористические на Северном Кавказе, радикал, преступник, правонарушитель, это все. Я поняла. И вот просто такая параллель. В конце 90-х годов, вам это, скорее всего, известно, в республике Дагестан был принят закон о прописке ваххабизма. И этот закон очень активно критиковался как закон, которому заупотребляли определенные религиозные лидеры для подавления со сторон. И в 2015 году закон был отмирен. И в этой связи еще вот такое степенье было. Ахмед Аминович и Йодрукал в журнале «Евразия» такой текст у них ваххабизма. И, по сути, вот читая этот текст, то есть они видят каких-то особенностей, которые мне позволяют людей назвать именно радикалами, а не просто мусульманами. Я поняла. А, есть? Спасибо. Значит, на самом деле совершенно замечательный вопрос, большое за него спасибо. Вот когда занимаешься этой темой, на самом деле проблема терминов, она одна из самых тяжелых. И у нее, похоже, нет простого решения. Потому что вот я продолжу историю про антиваххабинский закон. Собственно, вот когда этот закон был принят, среди ученых началось такое вот очень, так сказать, активное движение, и я очень активно тоже выступала на эту тему, вообще перестать использовать термин ваххабит. Мы перестали использовать термин ваххабит. Его очень редко кто использует. Из, так сказать, вот другой страны, вот той, о которой мы говорим. Мы стали использовать термин салафит. На следующий день термин салафит приобрел абсолютно тоже негативную ценность. Но вот эти вот гады салафиты, которых мы раньше называли ваххабитами, они там и тогда. То есть на самом деле проблема в том, что сам к себе термин не несет никакой в этом смысле идеологической и национальной нагрузки. Но в ситуации, когда в обществе существует определенное отношение, собственно, вот какой бы термин мы не использовали, он приобретает подобные оттенки. Поэтому я расслабилась на эту тему. Я не борюсь с терминами. Я, когда, ну, сейчас было выступление на пять минут, сложно было уходить в эти детали. Я просто всегда очень четко объясняю, что я имею в виду под тем или иным словом. Когда я говорю радикалы, я имею в виду, что люди имеют альтернативные социальные идеи. Все. Спасибо. Вот это сфера идеологии, а не как бы сфера автоматов. И я совершенно не вкладываю в это понятие какой-то негативный оттенок. Люди имеют право быть радикалов. Спасибо. Я думаю, что пришло время делать какой-то итог сессии, потому что нас осталось буквально пять минут до обеда, которого, я думаю, все уже очень ждут. Мне кажется, эта сессия была частично похожа на веб-шоп, потому что мы говорили о каких-то решениях, проблем, которые для многих из нас общие, которые мы разделяем. Другой стороны, она все-таки была похожа на механитерапию, потому что мы очень много говорили о разном национальном опыте, который нам должен будет одевать в наши дневники, в наши исследовательские коллективы, его выносить или хранить в себе и винарировать полностью. Завершая прошлую сессию, Ольга Наренга сказала, что социолог во многом разрушает нормативность, он ее преодолевает точнее. Здесь какая-то структура, в которой мы повторяемся, пытаемся преодолеть и восприятие себя в ней, и наши собственные стереотипы. Мне кажется, сегодня на сессии мы пытались показать, что мы постоянно конструируем нормативность. И она очень разная, она ужасно ситуативна, она зависит от исследования, от нашего опыта, от теории, какого-то базового жизненного опыта, который у нас есть. От нашей школы, коллег, в конце концов нашего гражданства, атмосфера, гендера, возраста и еще тысячи других деталей. Мне кажется, все, о чем мы сегодня говорили, это больше вопросов, чем ответов. И, если честно, я не уверена, что на все это вообще можно как-то начинать ответить. Какой сегодня выход, я не знаю. Писать большие книги, как правильно делать исследования, представляется скучным, по части бессмысленным. Но собираться обсуждать, устраивать воркшопы, сессии и коллаборации, по-моему, за это действительно будущее, за коллаборацией. Спасибо за участие, спасибо за отличные вопросы и комментарии. Напоминаю, это Анна Иванова, Елена Старокровская, Олег Журавлев, Ольга Генчук и Дарья Юрьевна. Вы их всех можете найти во время обеда или в ближайшее время. И что еще не спросить, посоветовать, уточнить и прокомментировать. Всем спасибо, всем приятного аппетита. Спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ